Вот мы и дома на отдыхе, но отдыхом назвать тяжело. Сейчас поедем мы к Тимофею, это Варис. И смотрите, короче. Выдвинулся к Тимофею. Ребята, в моем чате постоянно есть ссылочка там, если что, у ребят спросите. То есть это не запрещено на чат Варис. У них часто есть какие-то новинки очень интересные. Тимофей заморачивается по новиночкам, так что в Варисе всегда есть что-то такое, на что можно обратить внимание. Короче, Тимофей любит удивлять. Подарил мне чемоданчик, сейчас покажу. Обзор потом, тут очень много всего. Вот открывается. Такой вот мультфильский садки. Что это за нас? А, это подпиливать эти, я понял. Только как правильно поставить. В общем, нужно еще научиться, как правильно ставить. Ну, к примеру, она одевается так, и получается, ты можешь картон или в гипсокартоне где угодно можешь подпиливать. Она как пила работает, даже дерево, знаешь, там где недоступно. Так, тут вот прикольная штука. Ну, это я понял, это шуруповер. Это шуруповер, да. Обычный на мульте инструмент вот сюда. Вот так вот меняется все. Ну-ка, покажи-ка. Ага. Ну-ка, одень, вон-то у меня смешная сама. Пила? Да, да, да. Пила, пила. Какая там серия закончилась? Пила 10 будет, да. Пила 10. Ребята, это просто жер. Ну, тут защита есть, так взял и потолил. Да, чтобы не нажимать. Вот, если пропиливать надо, веточки, веточки. Так, ну, вот это шуруповер туда же насаживается. Сюда насадка одевается, он типа, когда крутит стрищеткой. А, ударная эта отвертка. Да, но это не гайковерт, это не гайковерт, это насадка для дерева, тоже одевается. Тюжочек, понятно, четенько. И это уже как типа сабельные пилы, что-то как лобзика. Ага, я понял. Вот у нее длинные такие идут. То есть можно и по металлу одеть, да? Да, там по металлу, если не ошибаюсь, тоже, наверное, даже была. Но и все, оно таким образом работает. Короче, можно крылья срезать. А еще, а еще, а еще здесь есть лазерная рулетка. Капец. Так, а как не мерить? Смотри, ты один раз нажимаешь. Вот сюда? Да, видишь, появляется точка. И ты второй раз нажимаешь на руку мою, и уже измерение. Ага, так, ну-ка, на стенку. Так, так, вон до стеночки видены. Так, что там? Так, теперь уже нажимаем. Три метра, 418 миллиметров. Не, вот это прикольно. А еще самое главное, что-то есть. Есть вот такая. Да я понял, это лазерный уровень. То есть можно и кузов ставить, выставлять ровно. Кстати, да. Кстати, класс, штука. Я знаю, у вас они на сайте, это один из топов. Да, это мы продаем такие. Так, а это ты сюда специально поставил? Нет? Нет, нет, нет. Блин, я думаю, у меня же дивана такого нет. Здесь вот такая штука идет. Диван просто крутой, ребята. Это, короче, кинотеатр, ребята, как вы поняли. Все, тут регулируется массаж же, короче, все. Все, оттуда вылазят микритяночки, ласкают тебя, блин, все дела. Ну, это экран. Пока все в процессе, но уже на финише прямой. А вот это, я так понял, это кинотеатр сам. Ну, это лазерный проектор, это Xiaomi 4K. Ну, для него надо специальный экран. Он на белой стене, как мы там планировали, он не будет работать, как это. А, то есть спецэкран нужен? Да. Ну, экран стоит как-то сам проект. Я понял, вот это и был мой самый основной вопрос. Ланька, тут ничего так у тебя, слушай. Блин, тут, короче, ребята, тут всякого-всякого, блин. Потом как-нибудь сделаем длинный обзор. Все, я вам покажу. Так, а как выключить тут, чтобы батарейки не сажались? А она сама выключается автоматически. Тут батарейки или аккумулятор? Аккумулятор встроенный. Все, здесь выключать можно. А зарядка где? Здесь сбоку Type-C. А, понял. Type-C и лазерный уровень, он точно так, а также с аккумулятором встроенным и заряжается Type-C. Type-C. Поэтому все супер современно. А накручивается он куда? Здесь одна штативчик любой, да? Да, да, да. Там тоже штатив будет. Ой, штативов у меня хватает. Да? А еще самая прикольная штука, это, не знаю сейчас, насадка. Насадка. Для чего это? Насадка можно, первый момент, это заряжать телефоны, может работать как фонарик. А, я понял. Адаптер, короче. Powerbank. Powerbank. Powerbank крутой. В плане это очень удобно, знаешь, всякое бывает. Ага. Type-C, так что мне не подойдет. Так, ясненько. Так, еще что-то там было. Еще. Это электронный угломер. Капец. Надо поставить на что-нибудь ровное. Показывает градус наклона. Вот здесь есть все функции, сейчас отсвечивает. Он может ошибку показывать, если его там сильно поднять. Но его надо еще, это, калибровать, наверное, тут есть калибровка. Да, да. А самое удобное, и то, что может быть собой, это двухметровая рулетка. Кому не дарил, не давали, очень довольна. Сам постоянно пользуюсь небольших расстояния. Не, рулетка это вещь. Постоянно я ищу. Два метра и то, что компактное. У них постоянно в гараже нет. И она такая-то, знаешь. Прикольная. Удобно. Ребята, я понял смысл вот этого вот. Презента, короче. Я ему рассказывал за дом. Дом буду строить. Вот он мне тут нахрен начал. То есть будем рулетками все мерить. Пилить. Ну, пилить это для сада, кстати, очень удобно. На самом деле, прикольный инструмент. Мы попозже сделаем на него обзор. Он не только там пилить. Там все есть. Короче, кто занимается. А я знаю, что вы же не только у нас автомаляры. Правильно? Вы занимаетесь и домашним хозяйством. Очень у многих частный дом, кстати. Он как раз, да, чтобы поместить, он подходит для частного использования. Не для профессионального. Но когда у тебя в одном чемодане есть практически все, то это очень удобно. Да, все в одном чемоданчике, ребята. Такой компактный чемоданчик. Сейчас мы все это уложим. И, в принципе-то, если у вас частный дом, либо, ну, дача, где вы занимаетесь своим любимым... То есть у вас будет абсолютно все под рукой, что вам потребуется. Даже рулетка. Ну, вот, погреться решили. Блин, штука жарит просто капец. И ты знаешь, не это. Вот я сижу, принюхался. Сколько она минут? 15 у нас горит. Запаха нет. А это газ заправки. Так я тоже... Вот, ребята, кстати. Очень много. И часто я говорил, у меня была такая проблема, когда я отапливался пушкой именно газовой, да. Зажигаешь, у вас слезы, сопли. Короче, вообще дышать невозможно. Расход бешеный. И раз случайно чисто просто не было, у нас вот где меняют баллоны, что-то закрыто было два года назад. И я заправился на заправке. Расход в полтора раза меньше. Он, видать, выгорает чище. И запаха нету совсем даже на пушке. Вот, заправляйтесь на обычных заправках. Всегда можно подъехать. У них есть свои переходники. Потихонечку заправил. И намного лучше этот газ. Сейчас еще... Все, говорю, с подарунками, короче. Сейчас еще заедем на Мичиган. Кто соскучился. Посмотрим, что там. На несколько градусов больше климатической нормы. А уже в пятницу, февраль, в столице, в слое кровати температура воздуха приблизится к обычным значениям ГИА третьего месяца зимы. Ночью будет от трех до... А теперь для заряда бодрого и хорошего настроения всегда анекдот. Принесите мне две текилы. Текилы нету. Есть топленое молоко, как вы любите. Что ты сказал? Мне ваша бабушка звонила. А вон наш песик гуляет. Ладненько. Дел сегодня многовато. Заскочил так на пять секунд. Просто посмотрел. Надо протопить. Сыровато там, блин, капец. Да, там, ребят, по чемоданчику там... Просто это Тимофей меня собрал. Такой сюрприз, как бы, ну, домашний инструмент. У них там все есть. Зайдите на Варис. Но оно все как бы по отдельности там продается. Это он мне укомплектовал так чемоданчик. Специально сделал. Специально все там внутри переоборудовали. Ну, вот это вот. Там же каждая штучка на своем месте лежит. Как бы подзаморочился. Спасибо ему. Вообще, очень интересный человек. Ребят, вот кто-то там троллингом, да, занимается. А мы занимаемся тем, что мы дружим с людьми, с которыми не только полезно дружить, да, но и интересно. Мы вместе развиваемся. Вместе ищем какие-то идеи. Нам это приносит кайф, да. То есть у нас нету времени вот на какой-то срач. Обратите внимание, в комментариях нету срача, да. То есть я не только не отвечаю вот этим людям, которые пытаются там что-то потроллить. Их просто блокируют. Кто они такие, чтобы я обращал на них там, ну, свое внимание и тратил время на писание ему какого-то комментария. Не важно это оправдание это, да, или это... Не важно какой комментарий. То есть на таких людей никто не будет тратить время. У них малая самооценка, и они пытаются как-то повысить ее, обозначить себя, какую-то значимость себя, пообщаться с кем-то. Да с ними никто не хочет общаться. Это вот в первую очередь. Я вот сейчас приехал домой, я встал рано утром, и еще половину дел не переделал, которые у меня запланированы сделать. Какие там могут быть вот эти вот какие-то объяснения и какие-то дискуссии с троллими, да никакие. И вы вот, кто начинает только свой канал, да, будьте готовы. Троллинга у вас будет куча. Но есть и полезный троллинг, и на первичнем этапе меня троллили те мастера, которые что-то умели. Да, они действительно что-то умели на то время, да. Да, это не люди, но они пытались меня чем-то задеть и говорили, вот что-то машинку там не купишь, там руками плюшь, да. Что-то пистолет классный не купишь. И я покупал и машинки, и пистолеты. И оборудование, и тем самым я развивался. Гараж меня троллили маленький. Да, я поднатужился, я купил на то время мичиган, то есть сделал его. И любой вот этот их троллинг вел меня к развитию. То есть да, я с ними не общался, не огрызался, делали мы там видеоответки какие-то. Но я брал вот из этих вот, как говорится, их высеров, я брал что-то полезное и делал, повышал свою планку. И раз за разом она поднималась все выше и выше. Ладно, мне еще тут делов куча, ребята. Но сегодня все, такое небольшое видео просто отметился. Здоровья всем, крепкого настроения, бодрого, добра, бабла, хлеба и мирного неба. До новых встреч!